привет привет ребятушки смотрите-ка чем я сегодня занимаюсь паяльник суровый чистильщик 2.0 всякое барахло для ремонта пару часов сижу кумекаю уже спаял схему таким образом чтобы движок крутился не всегда а только именно реагировал нажатия кнопок play либо перемотка также придумал то чем будет чиститься кассета какое-то время назад у меня был видос суровый чистильщик 2.0 такая вот приблуда как видите я с него уже снял крышку кассета приемника чтобы было удобнее кассетка и все имеется к ней доступ также с проводочками разобрался сделал таким образом чтобы от движка значит шел вот минусовой контакт плюсовой шел вот сюда при включении скажем play контакт замыкается далее что я сделал понятное дело что удалил крышку кассета приемника как видите головочку я удалил вот она к слову малюсенькая моновская голова и соответственно очень долго проводился с тем чтобы придумать чем же чистить кассету вы понимаете суровый чистильщик рассчитан на то чтобы кассета перематывалась и одновременно в это время в этом месте прижимался валик смоченный спиртом ну и чистил к ленту да так вот сейчас хорошо не приклеилась что я придумал вот такая вот конструкция не уверен что это окончательный вариант в общем валик войлочный две такие вот не на металлические детальки до которые просто приклеил на клей какой клей у меня момент клей прозрачный гель вот эта штука будет вместо головки в принципе она у меня под прессом полежала хочу сказать хорошо приклеилась думаю не отвалится так что кое-что уже вырисовывается сегодня у меня честно много времени потратил просто думая как бы заменить магнитную головку на вот такую конструкцию даже думал изначально вот эти вот в общем металл как-то сделать так чтобы он вставлялся сквозь для того чтобы лучше держалась либо наоборот загибался вверх огибал вот этот вот как это валик да и как бы его стягивал ну пока решил попробовать с клеем ну держится дальше будет ставиться сюда родные соответственно винтики все это имеется рынка винтик настроим соответственно самом корпусе мне даже не придется никакие отверстия выпиливать она будет видна где-то вот вот так вот торчать и я смогу вполне под обратно чтобы смазать ее значит спиртом первым видео в котором я показывал этот агрегат был довольно таки интересный комментарий где мне предложили а почему бы сразу не вставить сюда систему обдува ну то есть для чего нам нужно вот представьте да я кстати поискал среди своих всяких разных этих пропеллеров мне их дохрена я нашел больше десятка но вот такого размера всего было три а этот самый низкопрофильный и есть возможность пилить у него по краям вот этот лишний пластик зачем это нужно затем что либо слишком маленький у меня есть либо слишком большие вот сюда не влазит а вот этот вроде как соответствует по диаметру ну то есть если лишний пластик убрать я думаю будет самый раз тип того да вот дырка откуда будут выходить воздушный поток грубо говоря в процессе чистки ленты да она у меня будет смачиваться все дела потом кассета разбирается и лента которая внутри просто будет вот сюда положил снизу работает соответственно кулер обдувает ускоряется процесс сушки ленты после ее чистки как вам вот с этим провозился дольше всего думаю как бы закрепить хорошо что вот такие вот ушки у меня нашлись металлические как видите это пара которые просто спаял пружинка сюда теперь маленький винтик сюда длинный сюда где будет пружина вроде бы получил так вот эту закрутить попал не попал не вижу слишком низко с правой стороны получается сверху видите остается рассеяния снизу кассету третаться корпус ну все проблему с перекосом чистящей называть ее головы решил здесь подложил две шайбы металлические металлические и теперь все ровненько четко готово хорошо у меня запасы всяких винтиков шпунтиков головок сохранились из 90-х оттуда как раз две шайбочки нашел ну что теперь нужно проверить итак аккумулятор 18650 на 3 7 вольта так подключил проверяем крутится как видите у меня такой вот преобразователь напряжения с 37 до 30 ну в принципе с любого он из двух вольт по моему подымает dcdc преобразователь повышающий так теперь вот у меня здесь спирт обычный этиловый смочить ту конструкцию кап-кап-кап если все в порядке туалента будет смачиваться чистится в общем работает система сейчас смочила спиртом ну вот видите пятнышко когда доставал прям макнуло то есть любом случае просто он из его все испарился уже мгновенно испаряется так что чистильщик можно сказать готов с лентой все в порядке все ленту не жует не коробит все нормально спиртом смоченный валик без проблем и и очищает во время режима воспроизведения что осталось сделать кулер для сушки хотя возможно она не нужна но просто как-то делал было такое что прям кассета открываешь я потом на ленте были видны следы спирта то есть в некоторых местах вроде как ничего не там некоторых прям было видно что поэтому как бы почему бы нет кулер не помешает то есть осталось ставить кулер стал ада счетчик я же его сделал я покручу эти циферки ползут тут я тупо повесил на место его родной пасек так что теперь даже счетчик есть не знаю зачем мне это нужно но принципе во время перемотки можно будет этим устройством пользоваться и как-то так засечь сколько значит по счетчику занимает 30-минутная сторона имею ввиду кассета там насколько 45-минутная то есть пригодится работает ладно так что я говорил а кулер установить обрежу лишний пластик туда впаяю нижнюю часть я пока не решил чем закрыть вполне возможно это будет сделано либо из пластика короб вот возможно коробку какую-то найду прям чтобы было по размеру и закрою низ будет отдельно еще один провод идти на кулер то есть отдельный выключатель какой-то поставлю когда мне нужно буду его включать может она не надо но пускай будет был мне такой совет вот я решил что почему бы и нет раз кулер влазит туда в принципе очень как вы поняли мне еще предстоит повозиться с этой конструкцией в принципе все уже можно подсоединять кассетки перематывает ленту чистит все уже можно использовать ну как бы хотелось его немножко облагородить а да еще кстати я забыл сказать ой о можно было обойтись без вот этого соответственно валика дело в том что он вот смотрите ватная палочка если к чему если у вас нет какой-то отдельной лента протяжки просто магнитофон можно ватку смочили спиртом ну если вам нужно почистить кассету видите здесь дырочки другой кассете они есть в принципе сейчас можно промять сюда вставить вот вы поняли да принцип смочили ватку ставили в любой магнитофон ту же перемотку лента перематывается отрется и по сути тот же эффект разве что здесь малое количество ват и спирт будет быстрее испаряться или наоборот если нужно кассету смазать да я проводил такие эксперименты можно ленту смазать каким-нибудь силиконовым маслом хуже от этого не становится я проверял чуть-чуть капнули вставили промотали кассетку лента чуть-чуть в масле там смазалась и во время перемотки она будет лучше перематывать короче техническая серия была сегодня в действии со всеми прибамбасами и закрытым корпусом я сегодня естественно не покажу ну потому что не сделал это опять я откладываю сторонку на какое-то время как-нибудь опять засяду и доделаю такие дела всем пока и до новых встреч увидимся еще не забывайте ставить лайки